МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аграрии Северного Казахстана спешат собрать выращенный урожай. Убрать его предстоит с площади больше 4 миллионов гектаров. Треть уже обработана. Как идет работа на полях хозяйств, проверил Акимобласти Кумар Аксакалов. В товариществе сервис ЖАРС уже свалили рапс и ячмень. Теперь приступили к обработке пшеницы. Ожидаемое урожай на зерновых – 30 центнеров с гектара. Четвертый-пятый день хорошая погода стоит. В среднем это 16% влажности. Техника все в работе, все задействованы. Работает около 50 единиц техники. Это перевозка, это комбайнов. 10 комбайнов работает здесь. Если погода будет, где-то не 10-12, можем закончить уборочную. В целом по Казалжарскому району обмолочено 30% зерновых и почти вдвое меньше масличных культур. Их в этом году здесь посеяли на четверть больше, чем в прошлом. И не зря. Местные рапс и лен пользуются популярностью на рынке. Российские, польские трейдеры большие выходят. Цену где-то определенно 135 уже дают. Без НДС. Поэтому я думаю, до 150 дойдет, потому что они реально просят, чтобы мы заключили уже договор. Мы говорим, нет, подожди, сперва уберем. Урожайность по рапсу сколько планируете? Я думаю, где-то 20 я возьму. Но пока аграрии не могут в полной мере развернуть работы. Мешает погода. С начала уборочной в области выпала трехмесячная норма осадков. Потому влажность урожая высокая. А это дополнительная нагрузка на сушилки. Чтобы компенсировать потери, глава региона пообещал выделить хлеборобам дополнительно около 18 тысяч тонн ГСМ. А пока главная проблема в районе – нехватка рабочих рук. Каждый человек хочет в последнее время поработать две недели, заработать полмиллиона, триста тысяч. И все. И потом, если он хочет работать на своих условиях, а не на своих, понимаете, все условия, сделаешь все для него. Зарплата вовремя, авансы, пожалуйста, корма бесплатные. На все, что не шли, не хочет молодежь работать. На юге очень много трудоспособного возраста людей, которые могут приехать к нам и работать. Но создаем условия, построим дом, и он никуда уже не денется. Там людей очень много, там большая конкуренция. В Исильском районе в этом году засеяли больше 184 тысяч гектаров зерновыми и почти 70 тысяч масличными культурами. Пока скосили около половины площадей. Не отставать от заданного графика удается благодаря современной технике. В этом году ее обновили на 1,7 миллиарда тенге. Техники сегодня предостаточно. В текущем году хозяйство обновили хозяйственную технику. Приобрели 108 единиц техники. И среди них 15 комбайнов высокопроизводительных комбайнов, 15 единиц. В ближайшее время ожидается поступление еще как минимум 5 единиц комбайнов. Кумарак Соколов поставил перед аграриями области задачу обновить автопарк на 6%. Пока этот показатель не поднимается выше полутора. Хотя для хлеборобов предусмотрены эффективные меры господдержки. На комбайны марки «Класс» выделяют до 35% субсидий. А в следующем году их стоимость удешевят наполовину. Вырученные средства должны пойти на улучшение качества жизни сельчан. Люди должны почувствовать разницу на кармане своем, на увеличении заработной платы. Мы начинаем программу строительства жилья. В этом году 100, как пробный, проект должен быть до 90 квадратных метров. С черепицы, там вода должна быть. А еще важно эффективно использовать земли. Например, в ТО «Явлинская МТС» часть территории не засевали. Из-за отсутствия работы многим сельчанам пришлось переехать в другие деревни. Прошло 28 марта совещание в учредителе ТО «Явлинской МТС». Там 4 800 пашни, пастбища, 6 тысяч гитар. Люди уходят с ТО «Явлинской МТС», открывают новое крестьянское хозяйство. Они теряют свой бизнес. Глава государства говорит, создавайте свой семейный бизнес. Вы должны быть заинтересованы в том, чтобы эта земля работала, чтобы люди, работающие на вас, они также работали соответственно. Весной приехал и вовсе не уехал, не будет результата. Мы не будем помогать таким людям. Но есть и образцовые товарищества, на которые стоит равняться. Глава региона рекомендовал североказахстанским аграриям перенимать опыт более успешных хозяйств. В целом, в этом году их задача в 2,5 раза – увеличить производительность труда и улучшить качество жизни на селе. Также глава региона встретился с аграриями Аиртаусского района. На полях работает современная техника. В товариществе «Сырымбет-1» в этом году засеяли 6 тысяч гектаров. Треть отвели под масличные. Сейчас обмолочивают рапс. С каждого гектара собирают по 18 центнеров. Это выше прошлогодних показателей по области. Мы сюда больше вносили удобрений. Только за счет этого мы получаем такой урожай по стерне рапс. В течение лета, конечно, защищали от вредителей, болезней. Три раза обрабатывали. А это поля ТО «Бабык-Бурлук». В этом году здесь вырастили хороший урожай. Собирают по 62,5 центнера с гектара. Обновили областной рекорд. Прежний был 55 центнеров. Высокие результаты показывают каждый сезон. В прошлом году с гектара намолачивали по 32 центнера зерновых. Было и 43. Секрет успеха прост, говорит и директор ТО «Сиилбек-Махметов». О земле надо заботиться. Применять современные технологии. Удобрять. Надо заниматься землей. Землю нельзя обманывать. Надо ухаживать за ними. И в свое время надо посеять. То есть все эти операции надо сделать до 1 июня. И на этом завершить посевную. После этого начинается химическая обработка, сохранение посевов. Всего в районе около 370 тысяч гектаров посевных площадей. Скосили меньше половины. Средняя урожайность зерновых – 15. Масличных – 11 центнеров с гектара. Подробнее об итогах работы главы региона докладывают на заседании актива. Чтобы повысить производительность труда, большое внимание здесь уделяют рациональному использованию сельхозугодий. В прошлом году у нерадивых аграриев изъяли около 2000 гектаров земель. Еще 11 делопроизводств сейчас находятся в суде. Например, ТО «Исагали» там была фирма «Куатагра». В этом году зашли новые инвесторы. Обстановку нормализовали. Выплачиваются налоги, выплачиваются заработные платы. И где-то в проделах 48% сделали деферсификацию в сторону массивных культур. Помимо «Исагали» они зашли в ТО «Лобаново». Это проблемное хозяйство было у нас в ТО «Куме». В данное время тоже полностью 100% оздоровели. В Айртаусском районе работают больше 280 сельхозформирований. Из них только 23 вносят минеральные удобрения. Это негативно влияет на урожайность, а значит и на экономику всего региона, считает Кумар Аксакалов. «Это прямой показатель неэффективного использования земли. Вот ко остальным 250 предприятиям должны быть меры, соответствующие государственного реагирования. Меры, которые вы предпринимаете, не работают. Мы же помогаем, государство выделяет субсидии. Нет контроля со стороны исполнительной власти. Пущено на самотек». Глава региона акцентировал внимание сельхозтоваропроизводителей на увеличении поголовья скота, зарплаты рабочим и необходимости больше экспортировать мясомолочные продукции. Это поможет повысить эффективность труда и улучшить жизнь на селе. В начале ноября по этой дороге в аэропорт проедут сотни участников форума приграничного сотрудничества. Среди них Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. Здесь капитально отремонтируют 5 километров дорожного полотна. «Общая проектная стоимость составляет 919 миллионов тенге. Средства выделены из резервы правительства Республики Казахстан. В соответствии с законом о государственной закупке Республики Казахстан договор был заключен с того КАСПАКа. Все работы ведутся согласно графику работ. На сегодняшний день все работы выполнены на 90%. Теперь дорога будет выше и шире на 2 метра. Так подрядчики решили угрозу подтопления трассы из-за болотистой почвы. Сейчас дорожники монтируют 500 метров барьерного ограждения и насыпают бермы. Они нужны для установки опор освещения. На трассе установят почти 200 современных светодиодных фонарей. А еще вместо трех водопропускных труб сделали 5. Их диаметр от 50 сантиметров до метра. С двух сторон она укреплена колесоотбойным брусом. Для безопасности движения вложено два слоя асфальта. Основание сделано из плотных скальных пород против размывов, подмочения. Эта дорога стала усиленнее. Три года гарантии на эту дорогу. В случае гарантии входит это где-то трещина асфальта, ямочный ремонт, подсыпка обочин. Дорожникам еще предстоит благоустроить территорию. Убрать мусор, сделать разметку и установить дорожные знаки. Отмечу, эту трассу капитально не ремонтировали с момента ее появления. Спроектировали дорогу в 70-х годах прошлого столетия. В Северном Казахстане уголь не подорожал. Поставщики опровергли слухи о повышении стоимости твердого топлива. На тупике труды у Аглы больше 3,5 тысяч тонн шубаркульского угля. Ежедневные его запасы уменьшаются почти на 300 тонн. Но ажиотажа нет, говорят здесь. В наличии еще 15 вагонов твердого топлива, которые ждут разгрузки. Всего в месяц сюда поступает около 8 тысяч тонн угля. Главное, чтобы раскупили, пока стоит хорошая погода. Из-за частых осадков он циреет. Стоимость одной тонны 14 тысяч 100 тенге. Причем цены, по словам поставщиков, не менялись с прошлого года. В прошлом году зимой 13 с чем-то было, по-моему. Потому что у нас железная дорога цену поднял. Потом еще южноуральские железные дороги января поднял. На 13 процентов, по-моему. Ширеный не от нас зависит. Если там разрез поднимет, естественно, мы поднимем. Этот вопрос больше всего волнует североказахстанцев. В соцсетях пишут немало негативных комментариев. Кто-то распространил информацию о повышении цен на уголь. Правда, местные поставщики ее не подтвердили. Стоимость тонны топлива в регионе от 8 до 14 тысяч тенге. Майкубинский – 12 тысяч, Крыжилинский – 14, Шубаркульский – 14,14 тонн. Потребление в городе Петропавловске – 31 тысяча тонн. В настоящее время 11 тысяч тонн еще не выкуплено. Это посчитается, сколько домов, если семья покупает на дом 3-4 тонны. А вот школы, детские сады и больницы области углем обеспечены на 100%. Для них заготовили 146 тысяч тонн топлива. Этого хватит на всю зиму, говорят энергетики. Теперь важно, чтобы поторопились жители частного сектора и не создавали ажиотаж, когда придут первые морозы. Потребность для населения у нас в области составляет 384 тысяч тонн. Из них больше 50% уже заготовлено, это 230 тысяч тонн. Уголь на станцию ТЭС нашей прибывает по графику. В настоящее время на 27 суток имеется запас угля. Начало топительного сезона планируем накопить 200 тысяч тонн угля. Запастись топливом можно на 34 тупиках. Сейчас там 52 тысячи тонн угля, половина которого – Шубар-Кульский. Еще порядка 10 тысяч тонн есть на городских точках. Доступное жилье. Казахстанцы активно участвуют в госпрограмме 7-20-25. Для ее реализации из государственной казны выделили 1 триллион тенге. Сейчас освоили 18 миллиардов. Программой в основном пользуются жители Астаны и Алматы. А вот североказахстанцы пока менее активны. За это время одобрили только одну заявку. Стоимость квартиры – 15 миллионов тенге. Сумма займа – 12 миллионов. По словам директора филиала «Нацбанка», главная причина – в отсутствии подходящего жилья. Участник госпрограммы должен сам найти недвижимость, которая устраивает его и соответствует критериям программы. В североказахстанской области ее стоимость не должна превышать 15 миллионов тенге. Есть и другие требования. Первое – это то, что платежеспособный заемщик, естественно. То есть у него должен быть стабильный доход. Это отсутствие жилья и отсутствие ипотечных займов. По квадратуре здесь ограничений к их нету, то есть покупатель ищет квартиру уже самостоятельно. Соответственно, он ищет свою квартиру в меру своего кошелька. Семейный доход где-то в среднем должен быть, наверное, в районе 120 тысяч, я думаю. И в принципе человек может рассчитывать на получение займов. Затем он заключает договор с застройщиком. Но, как оказалось, квартиры в новых домах либо превышают ценник, либо уже распроданы. 7% годовых, первоначальный взнос до 20%, срок на 25 лет. Причем жилье должно быть в новостройках. А вот на вторичном рынке квартиру можно купить через ипотечную компанию «Баспана», но уже не по президентской программе. Своя программа у ипотечной компании «Баспана» будет. И там будет предусмотрена первоначальная ставка. Это годовая ставка национального банка, это 9% получается, базовая ставка. И плюс годовая 1,75 добавляется. Соответственно, на сегодняшний день это будет 10,75% годовая ставка награждения. И также это будет на 15 лет. То есть, поэтому я говорю, что это вне этой программы. До конца года в северном регионе по программе 7, 20, 25 выделят еще 7 квартир. В мае в Петропавловске приступили к реконструкции уличного освещения. Перед тем, как установить новую опору, специалистам приходится приложить немало усилий, чтобы убрать старую. Она железобетонная, вес около двух тонн. Такая конструкция простояла бы еще пару веков. Но с точки зрения эстетики она полностью проигрывает новым оцинкованным столбам. Их масса, кстати, всего 120 килограммов. По улице Интернациональной реконструкции освещения занимается товарищество АСБ «Электромонтаж». Мы занимаемся реконструкцией уличного освещения по улице Интернациональной на участке от улицы Смирнова до улицы Садпаева. На этом участке будет выставлено 147 новых опор. На них будут находиться по три светильника нового поколения светодиона с режимом демирования. Режим демирования подразумевает в себе включение и отключение светильников в темное время суток зависимости от освещенности. Старых опор здесь было 256, а новых установят всего 147. У светодиодных ламп радиус освещения в несколько раз больше, и они ярче. Еще одно важное преимущество – не будет висящих в воздухе проводов. Все коммуникации находятся под землей, в пластиковой трубе. Так и безопасней, и долговечней. Фонари имеют паспорт и номер. Всю информацию внесут единую автоматизированную базу данных «Горсвет». Для чего? Информация о работе кадров светильника, о повреждении, если такого будет имеется. И также с помощью него диспетчер может регулировать освещенность. Он может добавить яркость или убавить яркость. А также дистанционно отключить какой-либо фонарь. Жители с пониманием относятся к временным неудобствам. Хорошие фонари, все бы светили каждый день, вообще бы хорошо было. Для нашего города это очень хорошо. 21 век, современные технологии, почему бы не заменить старые столбы на новые. Я считаю, что это очень-очень даже плюс. Работы по установке новых фонарей идут на 9 улицах. На это из республиканского бюджета выделили 1 миллиард 600 миллионов тенге. На сегодняшний момент на 9 улицах было заменено 1264 светильника и 826 опор. Данными работами занимаются 4 предприятия. Это АСБ электромонтаж, ПК аварийные службы, МГ коммерц и САП барракат. До конца сентября еще нужно установить 200 опор и 1000 светильников. Также по просьбам петропавловцев, озвученным на отчетных встречах градоначальника, в этом году фонари появятся в 13 дворах и частично на 5 улицах. В городской казне на эти работы предусмотрели почти 20 миллионов тенге. Автопарк в воинской части номер 2032 сегодня пополнился современной техникой. 12 водителей получили ключи от новых хантеров. Старые машины идут на списание. За последние годы транспорт обновили на 70%. Данная автомобильная техника в основном будет направлена подразделение границы, то есть на пограничные комендатуры, пограничные составы и отделение пограничного контроля. То есть будет предназначено в первую очередь обеспечение охраны государственной границы, доставки пограничных нарядов для несения службы, решение служебно-боевых задач, а также возникающих задач по охране государственной границы. У полноприводных УАЗов повышенная проходимость по бездорожью. Максимальная скорость, которую может развить хантер – около 130 километров. В любую погоду, будь то снег, слякоть или дождь, такие машины проедут везде, поэтому пограничники предпочитают именно их. Эти модели гораздо лучше своих предшественников, говорят водители. Они оснащены современным оборудованием, а потому в них более комфортно. Двигатели уже другие, не такие, которые были на первых машинах. Карбюраторы другого типа, уже более скоростные, более проходимые машины, мосты уже другие совсем. В охране государственной границы они очень помогают и в скоростном плане, и в проходимости. Уже стоят компьютера на машинах. В принципе, это радует, что все так хорошо у нас, что новую технику нам дают. Протяженность территории, которую охраняет Петропавловский пограничный отряд, больше двух тысяч километров. Она является одной из самых длинных по стране. Высокие требования по залогу и задержки с финансированием. Что мешает развитию бизнеса на селе. Об этом говорили в Бесколе на выездном заседании комиссии областного филиала Нуратана. К запуску готовят молочную ферму и завод по производству фанеры. Он второй в Казахстане. Рассказывает о последних бизнес-новостях Акаинского района руководителя отдела предпринимательства Евгений Астертак. Всего с начала года там зарегистрировали 7 юридических лиц и 51 ИП. Мы должны понимать, что люди заинтересованы предпринимать. Есть кредиты льготные для населения, в том числе и для фермеров. Государство помогает, прежде всего, льготными ставками, льготными периодами. Сейчас срочка идет от первоначального платежа. Льготный период достигает полгода. И более банки тоже заинтересованы в развитии предпринимательства с тем, чтобы финансировать проекты, которые рентабельны, которые нужны именно и отвечают интересам населения. Но, как показывает практика, получить льготный заем непросто. К примеру, по дорожной карте бизнеса в этом году Акаинцам не одобрили ни одного проекта. Тогда как в 2017-м их было шесть. Почти на 700 миллионов тенге. У программы развития массового предпринимательства тоже проблемы с финансированием. Задержки были почти на два месяца. Кстати, коснулось это всех районов области. Еще одна преграда на пути к собственному делу – недостаток залогового имущества. Есть Каза Агрогарант, 85% они предоставляют своего залога. Но там есть тоже нюансы, что нужно вступать из КТ Акаин. И там еще требуется внести 100 МРП, чтобы как членский взнос. Но, несмотря на это, бизнес в районе показывает положительную динамику. По программе развития массового предпринимательства с начала года одобрили 16 из 17 заявок на 67 миллионов тенге. В основном это животноводческие хозяйства. Всего Акаинцы могут рассчитывать на государственные льготы на 151 миллион тенге. 11 сентября Акимгорода Марат Тасмаганбетов подписал постановление о начале отопительного сезона в Петропавловске. Теплоснабжение в первую очередь подали в больницы и поликлиники, детские сады и школы. Жилой фонд тоже уже подключают. Паспорта готовности есть больше, чем у половины всех многоэтажек города. Подпись документов, опрессовку и промывку сейчас форсируют, чтобы создать комфорт во всех квартирах петропавловцев до 25 сентября. 20-й юбилейный сезон в Казахском драматическом театре имени Сабита Муканова решили посвятить самым маленьким зрителям. Поэтому первым после отпуска стал детский спектакль. На сцене малыши увидели героев любимого фильма «История игрушек». Ценить дружбу и беречь игрушки. Мораль спектакля, может, поняли и не все, но постановка маленьким зрителям точно пришлась по душе. Быть здоровым – это модно. По таким девизам в Петропавловске состоялся ежегодный фестиваль здоровья. Десятки североказахстанцев собрались на площади перед театром имени Николая Погодина. Здесь работали несколько мобильных медицинских бригад. Любой желающий мог измерить свой рост, вес, артериальное давление, уровень сахара в крови и холестерина. В селе Бесколь открыли парк «Кызылжар». Его возвели на спонсорские средства семей предпринимателей. Они выделили около 16 миллионов тенге. Сначала провели санитарную вырубку. Во время субботников очищали территорию. Заасфальтировали около 800 квадратных метров тротуара. Установили беседки, лавочки и фонари. Теперь сельчане с удовольствием идут сюда на прогулку. Последний день лета на озере Буденном в Жамбылском районе 64-летний мужчина отправился на рыбалку, но домой не вернулся. Несколько дней спасатели искали пропавшего пенсионера, но обнаружить его удалось лишь 10 сентября. Из-за сильных порывов ветра мужчина упал за борт и запутался в рыболовной сети. При этом он был без спасательных средств. С начала этого года в северном регионе утонули 12 человек. Трое из них дети. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова